Ваш номер свободен. Об отмене мобильного рабства в России говорят давно. И вот уже в это воскресенье, 1 декабря, в силу вступят новые правила. Отныне при смене мобильного оператора свой старый номер можно будет сохранить. О нюансах перехода в преддверии эдакого мобильного Юрьева дня журналистам рассказали на пресс-конференции в Мининформполитике. Раз мобильник, два мобильник. Как отметил Дмитрий Медведев, в России 262 миллиона активных сим-карт. То есть практически по два номера на человека. Сложилась такая ситуация, вероятно, в связи с тем, что россияне ищут более выгодные условия и качественную связь. С 1 декабря при смене оператора привычный старый номер можно будет забирать с собой. Стоимость услуги составит не более 100 рублей. А многие операторы и вовсе сделают ее бесплатной, отметили специалисты. Первый шаг. Абонент должен прийти в компанию, куда он желает прийти, написать заявление. В этот момент ему выдают сим-карту. Это сим-карты, ну, нового оператора. Это сим-карты. Можно пользоваться, можно не пользоваться по усмотрению абонента. И с момента написания заявления начинается отсчет по времени. Минимальный срок это 8 дней, максимальный 180 дней. Если в течение 8 дней оператор свои обязанности не выполнит, то согласно закону, который на этой неделе подписал Владимир Путин, абонент каждый день просрочки будет обслуживаться бесплатно. Правда, начнет действовать эта поправка только с марта 2014 года. Ряд ограничений есть и для абонентов. Так, смене оператора с сохранением номера можно будет только в пределах региона. А если кроме федерального номера у вас есть короткий городской, то забрать с собой и его не получится. Кроме того, такой переход возможен только раз в полгода. Но и перед уходом в новую кампанию необходимо будет избавиться от долгов перед старой.